Движение Чтобы изучать движение, надо сделать так, чтобы движущееся тело оставляло следы через небольшие равные промежутки времени. Если тело движется с постоянной скоростью и за любые равные промежутки времени проходят равные расстояния, то такое движение называется равномерным. А если скорость меняется и проходимые расстояния оказываются неодинаковыми, то такое движение называется неравномерным. Эту тележку можно толкнуть встроенной в нее пружиной. На тележку сверху установлен экран. Датчик движения посылает ультразвуковой сигнал, который отражается от экрана и возвращается назад. По времени, за который ультразвук проходит туда и обратно, датчик определяет расстояние до тележки. Будем посылать сигнал 10 раз в секунду. Запустим тележку. На экране появился график, показывающий, как пройденное расстояние зависит от времени. За равные промежутки времени проходятся равные расстояния, поэтому движение тележки можно считать равномерным. За одну секунду тележка прошла 42 сантиметра, поэтому ее скорость равнялась 42 сантиметрам в секунду. Оснастим тележку двумя пружинами и растянем эти пружины до ограничителей. Теперь тележка может совершать колебания. Такое движение, конечно же, является неравномерным, ведь скорость тележки то увеличивается, то уменьшается, да и вообще она движется то в одну, то в другую сторону. Давайте посмотрим, каким будет график ее движения. Запустим датчик, толкнем тележку, и график движения похож на морские волны. От положения равновесия тележка уходит то в одну, то в другую сторону, и размах колебаний постепенно уменьшается. Компьютер умеет по графику расстояния вычислять график скорости. Посмотрим на него. По форме он удивительно похож на график расстояния. Вот только когда отклонение от равновесия было максимальным, скорость была равна нулю. А когда отклонение было равно нулю, скорость была максимальной. А теперь мы воспользуемся удивительным эффектом. Возьмем сильный неодимовый магнит и алюминиевую трубу. Магнит не притягивается к алюминию. А теперь бросим магнит в трубу. Неужели он застрял внутри? Нет, все-таки выпал. Труба тормозит движущийся магнит, потому что в ней наводятся вихревые электрические токи. Чтобы увидеть, как магнит движется в трубе, приклеим к нему легкую соломинку с теннисным шариком на конце. Вставим магнит в трубу и отпустим соломинку. Посмотрите, как медленно и равномерно опускается шарик. А теперь мы используем это явление для того, чтобы сделать магнитный тормоз для нашей тележки. К тележке привязана нить, к другому концу которой прикреплен магнит. Перебросим нить через блок и отпустим магнит в трубу. Запустим тележку. Запустим тележку еще раз и запишем график движения. Вот тележка быстро едет вперед и постепенно тормозится, а вот она медленно и практически равномерно движется назад. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...